друзья на сегодня с этим всех приветствую кто заинтересовался как вы уже догадались это скрепка съемы вот такие вот у меня их два оказалось но они разные и несмотря на то что они похожи друг на друга у них есть небольшие отличия сейчас мы их рассмотрим и посмотрим их в действии кстати очень нужные девайсы кто думает да нафига но нужно тоже глубоко ошибается что это ненужная вещь я тоже думал что это не нужно оказалось крайне полезная штуковина для снятия скрепок вот смотрите один вот от такой компании а другой вот от такой компании и это не реклама друзья я просто делюсь опять же в очередной раз повторяюсь делюсь полезностями хочу просто обозревать некоторые нюансы и да видео вот в таком пока формате пока зима весна слякоть мне негде снимать пока снимаю вот так вот в таком виде на что есть и как умею так что не обессудьте если что и так давайте рассмотрим понадобится вот эта штука мы сейчас забьем скрепочки специально заклеил название чтобы вы не тоже не считали что это реклама обозревал этот степлер как он работает еще раз подтверждаю что просто бомбическая модель именно вот это они разных бывают производители вот слабенькая три скрепки с полуслабым усилием вбил три скрепки с мощнейшим он они утопились и три скрепки с самым слабым усилием и вот смотрите как она снимает испытаем вот этот и вы убедитесь в том что это нужный девайс вот у него такая здесь подошвочка вот так вот он передвигается то есть вы поддеваете скрепку и вот так вот надавливаете и скрепка выходит причем здесь смотрите такая лопаточка шпатылечек которая позволяет полностью зацепить и когда вы нажимаете вот эта лапка верхняя она ее придавливает ну и легко она выдавливается отверткой не получится я вам сейчас это тоже в конце покажу как это отверткой сплошные мучения во первых не подлезешь во вторых все время неровно ее вытаскиваешь и вот так вот приходится с края на краю и выдергивать и плоскогубцы применять а здесь ничего не надо итак давайте посмотрим вот на одной скрепке вот с этим примером здесь лопатка немножко толще вот этот носик вот так вот как утюгом подъезжает надавливаете под скрепку и вот так вот она вытаскивается смотрите как легко это произошло смотрите эти скрепка осталось на лопатке то есть когда у вас много таких скрепок где-либо что-то прищелкнута какой-то материал вот этот вот девайс крайне необходим у него прекрасная такая рукоятка кстати очень удобно и вы чувствуете как вот вы щелкиваются вот эти вот скрепки вот смотрите которая глубже уже появляются проблемки в использовании вот и вот такого девайса но тоже ничего страшного нету то есть вы получается не подъезжаете а вот так вот просто вот подтыкаете ну и продвигаетесь и опять же снимаете это гораздо легче конечно же большом объеме это тоже очень выгодно если брать допустим отвертку сейчас я покажу смотрите какой процесс происходит во первых она толще сама по себе во вторых вам надо будет смотрите как видите как она уже один край вытаскивает другой не вытаскивает смотрите вот чем прикол вот он ветер то есть вот под дели прям на ваших глазах это все сделал и рукой надо дергивать плоскогубцами иногда бывают скрепки такие мощные что их рукой то не вытащишь и плоскогубцы рвут кусочек остается там а вам этого не надо вот три скрепки сейчас я вам показал вот этот девайс да у него немножко толще короче вот эта подошвочка но у него есть одно преимущество с этим смотрите я сейчас покажу вот на этом и на этом отличие у этого видите какой здесь шкив стоит да вот такая перекладинка она вот тут вот как бы проклепана когда вы давите он упирается в нее то есть вот видите подъем происходит сейчас покажу то есть свои нюансы смотрите внимательно я думал и дальше какой-то беспонтовый инструмент на самом деле нормальная вещь смотрите раз вот видите как он раз и автоматизация процесса некая происходит а у этого девайса смотрите у него не шкив а у него вот такой язычок от этого корпуса загнута так я считаю что вот это вот понадежней будет при сильном усилии а это будет не очень надежно хотя это все относительно опять же мне кажется вогнется просто туда этот язычок но вряд ли ведь он немножко туда вдавлен его может быть имеет смысл потом сюда поддеть но я пока ничего не делал инструменты пользования да ну и никаких еще не выпало косяков и вот на вот этом производителя тоньше вот это вот подошвочка лопаточка да то есть ей удобнее получается захватывать скрепки вот смотрите подъезжаем к скрепке захватываем и он сразу ее берет видно было вам нет сейчас еще раз продемонстрирую еще раз смотрите тут меньше угол хода чем на таком и тем самым вот этот крепко съем или как скрепка снимать и он достаточно легко как бы сразу выдергивать то есть вы подъезжая сразу ее удаляете вот это вот я удалил здесь была не очень сильно забито здесь была сильно забита здесь наполовину со всеми скрепками справился вот опять же повторюсь не придавал значение вот этим инструментом раньше плоскогубцами отвертками выковыривал все время что-то нарушал какой-то процесс технологически а теперь вот этими вот удобными всегда вот я ведь достал вот эти вот этот как бы удобней вот этот сразу говорю да но этот неплохо у этого ручка просто бомбическая кстати и у этого тоже неплохая они по весу кстати такие тяжеленькие этот тяжелее почему тут ручка по моему такая полный летая здесь полупустая ну не знаю для чего это тяжесть немножко можно разглядеть что они отличаются видите вот приглядитесь их не наконечники отличаются форма подошвы отличается для разных видов скоб они подойдут получается у меня полный бомбический комплект и вы тоже как бы себе обратите внимание на это и давайте теперь рассмотрим вариант с каким-либо материалом да вот допустим вот у него такая вот клееночка под рукой вот давайте пришел вот пакетик прищелкнул причем смотрите я не придавил она вот так вот легла немножко вот ровненько теперь ведь я давайте вот сейчас с материалом посмотрим как это делаю вы подъезжаем к скрепочке поддеваем вытаскиваем подъезжаем к скрепочке поддеваем вот раз ведь она выскочила еще раз это вот этот вот девайс скрепка съем вот видите раз и все отвертка как не получится смотрите я уже начинаю ковырять ветер уже материал поддевается отверткой поддевается но смотрите я уже материал тут покорябал можно обойтись и без этого конечно всего но я считаю что все равно приятнее вот иметь вот такой девайс и скрепочку поддевать вот зубром давайте вот этим вот теперь вот видите раз подделся чем удобно у него сразу у них вот этих штучек есть сразу упор смотрите вы ровненько раз и все так подъехал и поддел отверткой надо вот как-то самому шо ли уже вот так вот шажочками перед перекатывать или что-то подкладывать вот так вот надо будет но это уже две руки удобно сняли скрепочки дать сейчас еще с ними после вот видите раз бывают такие моменты когда материал ткань там нельзя повредить и вот это вот штука она достаточно выручит видите здесь во первых круглая круглая здесь углов нету круглый носик и сама вот она такая скользкая то есть она для этого и предназначена ведь она скользит отверткой тоже можно скользить но она смотрите шуршит слышите а вот это вот не шуршит она скользит вот у нее вот здесь вот такой вот как бы дугообразная такая подошва она позволяет ну легко снимать в общем вы не будете материал сильно беспокоить друзья опять я долго давайте вот все все понятно теперь пройти инструменты спасибо что смотрите оставайтесь со мной все всем заимка всем громадное спасибо пока пока пока